Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Задача сотрудников зоопарка Максимально сохранить естественные формы Поведения животных И сделать все возможное, чтобы у них не появились Патологические отклонения Вызванные общением с человеком И условиями неволи Белый медведь Этот вид занесен в Красную книгу Но коренному населению Севера Разрешена ограниченная охота на него Белый медведь самый крупный зверь Среди хищников Длина тела взрослой особи достигает 2 метров 80 сантиметров Высота в холке доходит до отметки Полутора метров Вес около 800 килограммов Шерсть у медведя белая А вот кожа черная Что способствует наименьшей теплоотдаче Как формируется пара? Как животные общаются между собой? Как находят общий язык? В мире зверей и птиц Существует система звуковых коммуникаций Звуки животных не передают конкретных понятий Они содержат информацию о настроении И намерениях животного Мы ищем общие принципы Кодирования эмоционального состояния В структуре звука В частоте, в длительности В изменении, распределении энергии Причем мы ищем это у разных видов животных Будь то лисицы, грызуны Или даже человек И вот наши работы Показали, что эти принципы Эмоционального возбуждения Они одинаковы Для всех млекопитающих Включая человеческих младенцев Включая взрослых людей И это тот самый канал Тот самый путь Который позволяет нам Понимать животных Понимать их настроение А им считывать наше Возбуждение Ну и вести себя соответственно У большинства животных Богатый репертуар звуков Они могут выбирать между Рычанием, лаем, воем Скулением, писком Хныканьем, уханем А иногда Располагают и совсем уж Экзотическими звуками В виде эхолокационных щелчков Конечно, звуки животных Нельзя дословно перевести Однако о настроении того Кто их издает Судить можно Вообще, на самом деле Животные кричат Тогда, когда им плохо По крайней мере, млекопитающие Когда им хорошо, они предпочитают молчать Очень небольшое количество звуков Млекопитающих связано Ну, с положительными эмоциями Подавляющее большинство С отрицателями Поэтому, если вы просто слышите Что животное очень много И часто кричит Значит, с ним что-то не так У него плохие условия содержания У него недостаток еды У него плохой социальный партнер Который его третирует Или он его просто боится Даже если он его не бьет То можно постоять, посмотреть Постараться разобраться Специалист из отдела биоакустики Во время бесконтактного звукового исследования Может со стопроцентной гарантией Ответить, кто перед ним Самка или самец И даже является ли он Хозяином территории или нет В зависимости от того Низкие или высокие крики У этого животного Громкие или тихие С какой частотой они повторяются А также по множеству других признаков Я сейчас проиграю свистящим уткам Их собственные крики Для того, чтобы посмотреть Будет ли у них звуковая реакция Сначала был звук из динамика А потом мы слышали ответ Вот снова они кричат То есть у них можно вызвать эти звуки Очень просто Достаточно просто проиграть видовые крики У свистящих уток Очень трудно определить пол Самцы и самки Они совершенно неразличимы Внешне Они абсолютно одинакового веса И они оба поочередно Насиживают гнездо Проблема определения пола Она постоянно стоит Как в зоопарках Так и в дикой природе А по одному единственному крику Можно сказать Кто это, самец или самка Мы занимаемся изучением Разных аспектов поведения животных В том числе, например, Акустического поведения И поведения В таком обычном смысле слова То есть как животные внешне себя ведут Исследования связаны С оценкой гормонального состояния животных И такие, в общем-то, довольно На первый взгляд простые исследования Которые фиксируют Сколько времени животные уделяют Той или иной активности Так называемое исследование бюджетов времени Специалисты ежедневно наблюдают За обитателями зоопарка Насколько они активны в течение суток Полученные данные сравнивают С режимом дня их диких сородичей К примеру, известно, что в природе Львы большую часть времени спят Поэтому, если зоопарковский зверь Беспрерывно бегает по клетке Значит, надо искать причину беспокойства Поведение – это всегда отклик, реакция На те условия, в которых содержатся животных И поэтому часто поведение животных В неволе совершенно не напоминает То, что мы видим с вами, например, В фильмах о дикой природе Но, тем не менее, сейчас принято говорить О условиях, которые приводят к тому, что поведение меняется Но механизмы поведения Они остаются В зоопарке изучают не только особенности поведения животных Приходится анализировать их пищевые привычки Все обитатели разные И у каждого свой вкус Конечно, в неволе не всегда можно подобрать Именно тот корм, которым животное питается в природе Колобус, он вообще, в основном, это листоядные обезьяны У них даже желудок, в отличие от всех других Техкамерный желудок Они едят очень большое количество листвы Потому что им необходима клетчатка в большом количестве Разработка рационов питания В каждом отделе есть своя лаборатория кормления Сотрудникам приходится подбирать полноценные рационы И составлять для каждого вида зверей и птиц Отдельное меню Учитывать поедаемость и перевариваемость кормов От того, насколько правильно составлен рацион Зависит, сможет ли зоопарк содержать животное Того или иного вида или нет У многих животных определенная специфика кормления То есть они едят какие-то определенные продукты Другие они просто не едят Хотя на наш взгляд, допустим, вот это съедобно Но у него не вырабатываются ферменты Способны расщеплять вот это вещество Соответственно, он его просто не ест Потому что он его не усвоит Помимо фруктов на завтрак у нас будет хлеб с джемом Джем абрикосовый Хлеб белый со трубями Повозиться, подбирая пищу, приходится не только с обитателями дальних стран Грызунам хоть и не нужны заморские деликатесы Зато им в разное время года необходимо обеспечивать разнообразные корма Вместо одного рациона разрабатывать два, а то и четыре Но на этом работа сотрудников отдела кормления не заканчивается Скорее даже не рацион питания, а способ его предъявления То есть как животное кормится Если мы можем оценивать возбуждение по крикам животных То поставивши микрофоны над двумя вольерами В которых кормят животных по-разному Ну в одной, скажем, из двух кормушек, а в другой из четырех А группа абсолютно одинаковая Мы можем сказать, где больше, а где меньше уровень возбуждения Естественно, звери возбуждаются, когда им дают еду И могут начать друг друга бодать Или каким-то иным способом травмировать И таким образом можно подобрать тот режим, который лучше подходит для данной конкретной группы Или для данных конкретного вида Необходимо знать, сколько и как часто давать корм Правильный режим кормления очень важен Ведь у всех зверей и птиц он разный Кому-то достаточно питаться раз в неделю или даже раз в месяц А у других, например, мелких птиц, корм должен быть постоянно Животное склонно к перееданию намного больше, чем человек И, к сожалению, это одна из основных проблем в зоопарках То, что животные очень сильно раскурлены Они много едят и мало двигаются Вечные проблемы с желудочно-кишечными трактами Заболевания печени очень часто Почки и тому подобное В общем, это постоянное ожирение с полушариадом Поэтому хищникам, тиграм, львам, ягуарам Да и некоторым другим обитателям зоопарка Приходится устраивать разгрузочные дни Ведь в природе им не каждый день везет с добычей Сытая и на первый взгляд беззаботная жизнь обитателей зоопарков На самом деле тает в себе скрытые проблемы И причины психологического дискомфорта Часто звери не могут уклониться от общения с агрессивным членом стаи Или скрыться от постоянного внимания публики Из-за этого животные могут нервничать Это вызывает состояние стресса Этот стресс не очень сильный, но он хронический Ну и второй такой важный фактор, который создает неудобства Да, в условиях неволи животным Это очень монотонная среда Среда обитания животных в любом зоопарке Сильно отличается от той, в которой живут их дикие соплеменники В природе условия более разнообразны и изменчивы Дикие животные сами решают, как избежать тех или иных неприятных ситуаций Потому что их поведенческие способности в процессе эволюции Формировались под влиянием задач, которые возникают в условиях дикой природы Условия неволи создают определенные дефициты у животных Дефицит контроля, так называемый То есть животные не управляют сами своей жизнью Или, по крайней мере, возможности управлять своей жизнью У животных сильно ограничено в неволе Они не разыскивают пищу, не выслеживают, не догоняют добычу и не борются с ней Им не надо прятаться или убегать от врагов Не надо проявлять наблюдательность, изобретательность, чтобы выжить Поэтому обитателям зоопарка становится скучно, если они не могут проявить свои уникальные видовые способности Различные звуки используются в некоторых зоопарках для обогащения среды животных Это могут быть как звуки их собственного видового репертуара, так и крики хищников Для того, чтобы они были немножко на стороже Чтобы не просто ходили от места, где они спят, где они едят и обратно Но делать это надо очень осторожно И всегда контролировать, по крайней мере, начальные этапы Потому что очень легко возбудить животных сверх меры И тогда мы получим обратный эффект Сложнее обеспечить им другие важнейшие атрибуты дикой жизни Изменчивость и свободу выбора И здесь на помощь животным приходят зоопсихологи Они регулярно проводят тренинги с самыми разными обитателями зоопарка Дай лапу Лапу Хорошо Лапу Нет, другую 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 Мел, другую Хорошо Молодец, умница Умница, девочка Молодец Это клетка самки ягуара Она у нас меланист, то есть черного цвета Значит, сейчас мы будем обгощать для нее среду Так как кошачьи вообще в природе животные достаточно малоактивны Они большую часть дня почитают спать Но зато в моменты, когда они охотятся Они выбрасывают очень много энергии, отдают Чтобы поймать добычу, чтобы ее схватить, растерзать, съесть А в неволе, где им добычу приносят, дают У них нет возможности эту энергию отдавать Чтобы обогатить условия содержания Вольеры оборудуют как естественными приспособлениями Бревнами, корягами, камнями, водоемами Так и специальными Полками, канатами, гамаками, искусственными скалами и пещерами Различные укрытия Удобные места для отдыха и обзора Сложный рельеф Все это создает комфортную среду для животных Даже на ограниченной площади Помогает снять стресс Сейчас вы видите, да, в вольере Несколько бочек, колодезные кольца Естественно, мы не можем давать им игрушки В прямом смысле слова, да, детские игрушки Потому что для них они слишком маленькие, слишком быстро ломаются Поэтому в качестве игрушек мы используем вот такие пластмассовые предметы Ягуар Ягуар сумеречный хищник Его активные охотничьи часы наступают после захода солнца В природе эта большая кошка питается максимум два раза в неделю Съедая около 50 килограммов мяса Во время охоты при помощи острых клыков и длинных когтей Ягуар добывает пищу А затем поднимает добычу, как правило, на дерево Недосягаемое для большинства других хищников Специалист во время тренинга подвешивает к канату новую пластиковую канистру В данном случае обогащение среды связано не с новой системой добывания кормов, а с охотой Все как в дикой природе Она увидела эту новую игрушку Но она не стала с ней сразу играть Она стала ходить по клетке, обследовать ее и обнюхивать Дело в том, что когда эта игрушка вешалась, то в клетке присутствовали оператор и режиссер И поэтому вот эти вот запахи незнакомых людей ее заинтересовали даже больше, чем игрушка Поэтому мы хотели бы сейчас вам еще продемонстрировать то, как она реагирует именно на запахи Это называется альфакторное обогащение, когда животным на различные предметы наносятся какие-то запахи Причем кошачьи, например, они очень любят запахи эфирных масел Не любят запахи цитрусовых, очень плохо на них реагируют А вот запахи мяты, запахи чайного дерева Производят на них иногда просто такое, знаете, ошеломляющее впечатление Система обоняния у животных играет ведущую роль по сравнению со всеми иными органами чувств У ягуаров, как и некоторых других видов позвоночных, есть уникальный орган, участвующий в восприятии запахов Орган Якобсона Он находится в основании пасти Представителям семейства кошачьих он необходим во время охоты и поиска особи другого пола Животное прекращает все действия и втягивает в себя воздух При этом молекулы пахучих веществ переносятся к рецепторам органа с помощью языка Она подходит к этой коробке, она начинает ее нюхать Просто еще у них часто проявляется реакция, так называемая реакция Флемена Это у них поднимается верхняя губа, так обнажаются клыки, такая усмешка получается у животных Это вот для кошачьих характерно очень У них имеется орган обонятельный такой в небе И они вот эти запахи не только носом втягивают, а еще вот через рот обоняют Обогащая среду обитания зоопарковских животных, ученые решают сложные психологические проблемы Создают для зоопарковских обитателей комфортные условия даже на ограниченной площади Это Криубанк московского зоопарка Здесь хранятся половые клетки животных, занесенных в Красную книгу Замораживание – сложный процесс Сотрудник Криубанка извлекает из переносного контейнера полупрозрачные емкости с множеством так называемых соломин В которых находятся образцы семени копытных животных и погружает в специальную охлаждающую жидкость В азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию Генетический материал редких видов животных может храниться на протяжении тысячелетий Мы, может быть, знаем, что они едят Мы знаем приблизительно, как они, в какой период у них весной, осенью происходит брачный период Но мне нужно знать объем семени, астматические свойства, что чрезвычайно важно Даже размеры семени, цитоскелет, сперматозоидов То же самое, когда происходит овуляция Чем она обусловлена, овуляция Потому что овуляция может регулироваться гормонами, а может регулироваться спариванием Вот у кошек, например, овуляция происходит только после спаривания Есть масса видов, у которых это просто неизвестно То есть никто этих нюансов не изучал И изучить уже нельзя, потому что видов там осталось 5, 10, 15 штук Первый и пока единственный в нашей стране криубанк для хранения генетического материала животных Создан, чтобы управлять искусственными популяциями видов, занесенных в Красную книгу То, что все живое исчезает, причем исчезает со стремительно нарастающей скоростью Это уже как-то стало даже привычным Тем не менее, обыденное сознание просто не воспринимает той скорости, с которой мы утрачиваем виды дикие Сейчас из разных источников идут подтверждения, поэтому я не боюсь привести такую цифру Мы сейчас живем в эпоху колоссального биосферного кризиса Который сопоставим только с кризисом, который был, допустим, при вымирании динозавров То есть скорость вымирания видов примерно в тысячу раз превышает естественно По подсчетам, каждый день вымирает порядка 150 видов Криоконсервирование – возможность получать полноценное потомство, даже не имея животных-производителей А значит, увеличить в 10 раз количество видов, выживание и сохранение генофонда которых другим способом было бы невозможно Мы пишем проект по медведям, в частности, проект сохранения генофонда семейства медвежьих Это особенно актуально в силу катастрофического положения с белым медведем И медведи представляют еще то некое, скажем, удобство, что у нас есть модельный вид, на котором можно отрабатывать вот эти технологии В будущем, возможно, будет создана сеть криобанков В них будут не только хранить половые клетки и заниматься искусственным размножением Но и проводить исследования по восстановлению уже исчезнувших видов Такие замороженные зоопарки дадут возможность получить потомство животных спустя десятилетия или даже столетия после их вымирания Кроме того, криобанки, содержащие образцы половых продуктов и тканей зоопарковских обитателей Могут использоваться для изучения болезней животных Новорожденные белые медвежата столь же беспомощны, как и у других видов медведей Вес каждого около 700 граммов Способность видеть и слышать появляется у них лишь в месячном возрасте Зубки начинают прорезываться к двум К этому времени они начинают выходить из берлоги Но лишь в трехмесячном возрасте они способны следовать за матерью С ней молодые животные не расстаются до полутора лет В возрасте двух лет они станут уже размером с мать Почти всему научатся Тогда и наступит пора расставания Их передадут в другие зоопарки И у белых медведей начнется новая самостоятельная жизнь Животные это уникальные создания природы На их эволюцию шли миллионы лет И хранить их нужно не менее бережно для будущих поколений людей Современная зоопарковская наука идет к этой цели Поэтому в наше время зоопарк это не просто парк В котором содержатся животные Это островки спасения тех видов Которые прогресс и ухудшающаяся экология Поставили на грань исчезновения Возможно недалек тот день Когда многие зоологические сады будут придерживаться Именно этих принципов Разводить и сохранять животных А зверинцы, только развлекающие посетителей Уйдут в прошлое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok